Существуют места, буквально притягивающие внимание не только жителей города Магнитогорска. Это гордость города Металла. Это наши горнолыжные центры. И они обрастают должной инфраструктурой. Жилищный комплекс Алтенай – один из них. Он располагается в аккуратно против горнолыжного центра Металлург-Магнитогорск. А сегодня и сейчас это еще и место, где вы можете не только отдохнуть телом, а дать возможность душе развернуться. В душе сытой и довольной от послевкусия настоящей армянской кухни. Это продолжение того сюжета, когда я кушал хаш. Да все потому, что не хотел я вас мучить. Вот вы представляете, ну, вот про все это дело можно рассказывать очень долго. То, что вкусно. Приехав сюда, в ресторан армянской кухни «Акташ», что находится в жилищном колоколе Алексея Алтенай, прямо напротив горнолыжки, вы начинаете понимать, что есть место, где честно готовят и очень вкусно готовят. Дело в том, что после тех четырех сюжетов, которые мы показывали, здесь уже есть постоянный клиент. Но приглашают и вас. Тем более сезон, горнолыжка, и все это хорошо, и все это клево, и хаш бесподобный. Вот, но надо что-то в оконцовочке, да? Ну, или в промежуточке. И для детей в том числе. Потому что с детьми здесь очень хорошо. Представляете, вот тот хаш, который я вам тогда показывал, его реально можно, в принципе, и на трех детей разделить. Во, объедятся. Ну, а детям что надо в оконцовочке? А дети должны хорошо спать. И мы не просто говорим, что здесь сытно кормят, комфортно поют. Но в оконцовке, опять же, чтобы вы спали красиво, вам предлагают такое ноу-хау. Это мацони. Чисто армянское блюдо. Естественно, ресторан же армянской кухни. Вот, представляете? И льется. А-а-а. Надо знать, как это делается. И так, успокоим свои бифидобактерии. Что? Простите. Я же говорил, что я свинья. Хоть и телевизионная, но свинья. Это потому, что очень вкусно. Камера успокоится сегодня или нет? Так. Вы знаете, в детстве я очень сильно любил один-единственный и абсолютно натуральный продукт. Да и сейчас на него, наверное, много чего дам. Это просто кваша. Видите, испарина аж. Это просто хаша. Но я теперь буду жить абсолютно спокойно. Вот, и камера у нас успокоилась. Бывает, я что-нибудь человек, что ли? Ты что думал, я такой гламурный, что ли? Да, обыкновенный. Такой же бывший работяга. Бывший студент. Бывший, да почему не бывший? Я текущий магнитогорец. Да, мы такие, простые. Немного свиноподобные. Но, кстати, глупые. Потому, что мы часто переплачиваем. Часто переплачиваем за то, что реально должно стоить небольших денег. Напомним, ужин в ресторане не должен стоить дороже 10, ну, с выпивкой 15 долларов на человека. Если дороже, то, ребят, ну, как-то что-то неправильно, и туда лучше не ходить. Тем более ресторанов настоящих в Магнитогорске нету. Это мое мнение. Я в них не питаюсь. Я не питаюсь в Магнитогорске кафе. Ради того, чтобы нормально покушать, я все-таки сюда еду. Еду на горнолыжку, и большего места мне искать не хочется. Не хочется останавливаться вот в этих вот забегаловках. Не хочется есть шашлык, который, понятно, дорог, но он еще и обвешенный, понимаете. Ну, там, очень удобно. Ну, типа, мясо уже ужарилось, вес-то уже не тот. Нет, это неправильно. Тем более, проехать сюда обязательно надо. Ну, хотя бы раз в месяц, можно чаще. Кстати, ну, по деньгам абсолютно не ударять, особенно если вы на газу ездите. Приезжайте, доезжайте до кругового. Так, слева у вас остается горнолыжка, если вы по старой дороге едете. Правно кругом сворачиваете, ну, придется вам потрястись, боже мой, ну, сколько тут? Ну, 500 метров. Все, и здесь уже нормально кушаете. Вот так же покрышусь испаренной. И говоря огромное спасибо ресторану армянской кухни, гостиничного комплекса Алтынай, ресторану Акташ. Ну, для меня этот праздник еще продолжится, о празднике на каждый день поговорим и о конкретных днях новогодних. У этого ресторана, так вкусно кормящего столь ненавистную морду, есть дивное предложение. Корпоративные вечера в стиле умопомрачительного объедения. Но подумайте, стол из, внимание, 9 блюд и 3 бутылок за 3000 рублей на человека. И это в новогоднюю ночь. Естественно, простые посиделки выйдут дешевле. При этом вы сидите на свежем воздухе, вы едите действительно вкусно и правильно в смысле оплаты. И один маленький нюанс. На рекламу слоновью часть прибыли они не тратят. Лучше накормят вас, как слонов. Поэтому на круговом, возле горнолыжки, вы метровых банеров не увидите. А найти это сытное место довольно просто. Вид на него открывается, если посмотреть в обратную сторону от нашей легендарной горы. Редактор субтитров А.Семкин